когда мы говорим слово суд что у нас в голове какой образ рисуется человек в мантии карает у него в руках кодекс с весами вот это уже приземлились приземлились таким вот органом значит либо глава семейства но кто там глава у кого женщина у кого мужчина муж жена да но тут же вообще интересно как надо да как надо в принципе то ведь все равно мужчина вершит суд в любом случае нравится ему это или не нравится глава семьи хочет или не хочет глава семьи он на это поставлен просто может жене делегировать там скажи пока его нет обязанности если он плохо вершит этот суд но это уже другой совсем вопрос что это за мужчина такой да но он на это поставлен просто потому что он поставлен на это богом но это не значит что можно теперь унижать там своих домашних да там к на всю их всех а я поставлю на это бога сейчас я тут вас воспитаю ничего подобного он должен все это делать с такой с мудростью и огромной ответственностью и пониманием того что происходит в доме просто я так вспомнила вот ну мы когда говорили в нашем курсе по воспитанию детей в общем-то у нас достаточно жестко все время дисциплинарные моменты были в семье все и знаешь самое интересное вот наши дети вот старшие вот дочери они вы знаете редко когда вспоминают что мы их наказывали потому что они говорят здесь в беде мы ваше время так как бы справедливо наказывая даже вот не помнят когда я спрашиваю неужели вам не было видно когда у вас сам папа с мамой там ребенка это не не помню даже то есть и вот наша младшая дочь оле помнит одно единственное наказание до сих пор когда виновата была настя наказали наказали ее причем наказали очень конкретно и ребенок это помнит сейчас ей 20 уже будет 21 год она до сих пор в деталях помнит что было и как мы ее наказали хотя она нас простила то есть все остальные были справедливые поэтому они ушли из памяти она даже не может это было нормально чувство вины снята все то есть мы помнят здесь не помнят мы были неправы она была обиженная все она это запомнила у нее это отложилось хотя это прошло много-много лет назад я повторяю мы уже просили прощение нас простила но в память все в память это держится без горечи без без всего но она держится понимаете вот как важно чтобы дом был представьте сколько обиды дети носят на родитель на своих если они просят еще и прощение родители не просят за несправедливое наказание а в школе или например школе наоборот ведь тоже бывает наоборот вот смотрите заслужил ребенок ласковые слова какое-то поощрение он должен был это сделать ничего подобного никакие у него поощрения помыл посуду правильно а кто еще будет мыть посуду обязанность и вот и дети вот эту обиду они ведь не справедливость запоминают она откладывается у них они могут не специально то делают но несправедливость у них откладывается вот я начал смотреть с школе в школе должна творится справедливость а кто там ты говоришь справедливость Учитель, ну и директор Директор школы И тоже ведь дети помнят, вот вспомните себя Ведь наверняка у вас где-то Вот с детства есть воспоминания Несправедливые к себе отношения У меня списали, мне трояк вкатили А тому, кто списал, четыре или пять И ведь мы помним вот эти моменты Какие-то особенно обидные моменты Это не значит, что мы не простили Понимаете, оно есть, оно живет в нас То есть, если кто-то обращается с нами Несправедливо, и в нас до сих пор Это живет в памяти Не надо этого вот как бы страшить Значит, бы там я не просила и так далее Понимаете, это такая боль, это такой шрам От которого, ну, как бы не избавишься Давайте посмотрим, как Экклесиаст описывает Каким образом творится правда на земле Третья глава с 16 стиха и до конца третьей главы И еще я видел под солнцем Вот место суда, а там беззаконие Вот место правды, а там неправда И сказал я в сердце своем Праведного и нечестивого будет судить Бог Потому что время для всякой вещи И суд над всяким делом там Сказал я в сердце своем о сынах человеческих Чтобы испытал их Бог И чтобы они видели, что они сами по себе животные Потому что участь сынов человеческих И участь животных – одна участь Как те умирают, так умирают и эти И одно дыхание у всех И нет у человека преимущества перед скотом Потому что все это – суета Все идет в одно место Все произошло из праха и все возвратится в прах Кто знает, дух сынов человеческих восходит вверх И дух животных сходит вниз, в землю И так увидел я Что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими Потому что это его доля Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Как-то такие неожиданные выводы делали, да? Вдруг раз и все Неожиданно раз и повернул совершенно в другую сторону, да? Вот где логика И вот как нам вот действительно Вот как же вот Что действительно мыслил человек в этой ситуации И как это применимо к нам Ведь жизнь-то не изменилась Вопросы те же самые Хронос продолжает здесь существовать под солнцем И сравнение идет конкретное Что человек, что животное всех, одна участь Что человек дыхание Что скотина, так сказать, дыхание, да? И вообще он так конкретно и пишет И что все будет принесено на божественное Нет у человека преимущества перед скотом Все предстанет перед судом Ему простите, на то время не было учения о жизни вечной О благодати, да? В то время было учение о любви Божьей И об избранном народе Кстати, он был одним из них И он знал Каков Господь на самом деле Конечно И опять смотрите Здесь вот категория, опять же, под солнцем Понимаете, вот категория под солнцем Оно все идет Вот интересно Вот приведем несколько примеров Он прямо с этого начинает Да Я видел это под солнцем 16 стих Прям первый стих Еще я видел под солнцем Вот место суда, а там беззаконие Ну тут вот можно такие прям жизненные примеры Привезти Ну, например, дочка решила помочь своей маме И убрать квартиру Ну, казалось бы, прекрасное дело Но если она ожидает, что за это мама ей заплатят Что-то Грош цена этому доброму делу Понимаете, вот с точки зрения под солнцем Она сделала доброе дело С точки зрения вот вечности Нет там ничего хорошего Это обычный животный инстинкт Отец требует послушания от своего сына Хорошее желание Хорошее требование За 7 долларов в час За 7 долларов в час Все Оно уже Это уже не похвально Это уже не похвально И обесценивается в глазах вечности То есть, в общем-то, сами по себе Вот эти вот, понимаете, дела Вот эти добрые дела Ничего Мы точно даже можем говорить Смотрите, вот Да животные Вот эти живут Живут Как им предписано Ну, и мы, получается, то же самое делаем Если просто живем по течению Если вы вспомните фильм «Гараж» Помните, там в одной комнате собрали кучу людей Обсуждали там проблемы гаража И вот один там ученый говорит Вы знаете, я изучал поведение диких животных И, говорит, увидел Ни одно животное в стрессе Не уничтожает себе подобных Не съедает себе подобных Не атакует себе подобных Только человек это делает И вообще, понимаете, действительно Вот глупость человеческой порой заключается так Что он живет, как будто он сам себя создал Как будто Бога, нет Понимаете, как будто он сам себе творение То есть сам себе творить И он сам вот это все производит Это возможно только если он это делает, конечно же И оценивает себя и все вокруг себя Категориями под солнцем И в данном случае даже, видите, Экалисян говорит Он даже хуже, чем животное То есть даже жестко здесь, говорите Еще даже более жестко, чем мы с вами до этого говорили Вы знаете, вот недавно, ну как недавно Несколько лет назад в Уфе слушался одно дело Очень громкое было дело По всем практически каналам оно прошло Там судили преступника, который насиловал малолетних детей И после этого, чтобы его не узнавали, выкалываем глаза То есть малолетних детей, детям выкалываем глаза После того, как их насиловал То есть он их не убивал Когда его осудили, посадили Прошло пара месяцев, два или три И вдруг преступления стали продолжаться Точно такие же, тот же самый почерк Ну, общественность бунтовалась Как? Не того осудили, не того посадили в тюрьму Теперь тот человек страдает ни за что И потом... Что выяснилось, когда стали, значит, дальше продолжать расследовать Оказалось, это родной брат этого преступника Стал продолжать делать то же самое, чтобы показать невиновность первого И когда его поймали... И когда его поймали, спросили, зачем ты это делал? Он говорит, из любви к брату Я так люблю своего брата Я хотел его вызволить из тюрьмы Из любви к брату он насиловал малолетних детей Вы понимаете, на это способен только извращенный разум Человек, который живет без бога Понимаете? И таких, я думаю, примеров мы можем с вами массу привести Массу Да Ну да, та же Соня Мармеландова Например Да То есть, понимаете, человек и животное Может быть, даже нельзя ставить это на одну планку Если мыслить категориями под солнцем И человек живет вот этими категориями Вы знаете, есть совершенно потрясающий мультфильм У нас, к сожалению, его нет Мы его искали всячески, думали привезти сюда Были уверены, что у нас есть дом, но у нас дома его не оказалось Вы знаете, советуем вам взять его, посмотреть, особенно если у вас есть деньги Мультфильм называется «Как козлик держал землю» Потрясающий мультфильм Сейчас вам его рассказывают Начинается он с того, что козлик прыгает, веселится, вот солнышко светит, трава зеленая У него звенит колокольчик Колокольчик у него звенит Тут выходит волк и говорит «Что тут разорался? Ну-ка с моего луга уходи!» Волк раздражает солнце, оно слишком яркое Цветы слишком красивые А козлик этот слишком громкий, слишком веселый Колокольчик этот звенит «Спать мне мешаешь? Уходи, а то я тебя съем! Еще раз появишься, точно съем!» Этот козлик раздражает трудолюбивую лягушку Этот козлик раздражает такого серьезного зайца Все в трудах, а он радуется жизни Он всех раздражает И вот начинается гроза, гремит гром Идет дождь И козлик смотрит, висит яблоко на яблоне А ему до этого сказали, что земля похожа на яблоко И тут он воображает своим детским умом козлика Что земля может упасть, так же, как это яблоко Сорвалось, и земля в луге падет Вот гром гремит, молния, яблоко трясется и падает И он испугался за землю Земля упадет, и все погибнут И он думает в этот момент и о волке, и о лягушке, и о зайце Надо спасать всех И об этом луги Понимаете? И он бежит, как надо ее держать? Он прибегает к лягушке Дай твою веревочку, мне, пожалуйста, вот нужную эту самую землю Меняю на колокольчик Ладно, согласен, все, забирай колокольчик Он отдает на колокольчик, это у меня самое дорогое Он бежит к зайчику, говорит, дай мне колышек Если ты мне отдашь свою подковку Это она мне, это мое счастье Отдавай счастье, дам тебе Он отдает свое счастье Бежит на луг, на котором его ждет волк, чтобы съесть Он держит от страха Привязывает веревку и держит эту землю Под громом, под дождем Понимаете? Все сидят в своих теплых норах и прячутся Козлик держит землю Держит волка, зайчика, лягушку Он всех их спасает Он их любит, понимаете? Он их любит И когда это все кончается, это гроза Волк выходит, а ты опять на моем лугу Он ему говорит, ну я вот тут землю держу Да, виноват, ну вот так получилось И, конечно, у этой сказки «Счастливый конец» Волк говорит, да, я тоже подержу Потом приходит лягушка, она возвращает колокольчик Приходит зайчик, возвращает подковку И все по очереди держат землю, спасают Многие говорят, ну видите, в этой мультике это понятно Что «Счастливый конец» Поэтому правильно Козлик их любил Понимаете, ну вот В реальности это не всегда бывает В реальности действительно не всегда так Вот готовы ли мы действительно просто любить Понимаете, не животными, не симптомами Не симптомами так «ты мне, я тебе», да? А просто, знаете, совершенно потрясающий мультфильм Мы не готовы Трудно, правда? Через нас А через нас, а через нас вот Господь может это сделать Просто надо действительно быть к этому готовыми Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте По распространению Евангелия и расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok